Вот такая вот вещь, которая, мне кажется, случается очень-очень нечасто. Вот, чтобы мы могли увидеть, как делаются произведения искусства, которые висят вот на той стене. Все знают, наверное, я еще раз, для кого не знаю. Это Сергей Толмачук. Это человек, который развивает технологию съемки водяных объектов, которые превращаются в картину. Вот эти объекты висят вот на вот той стенке. Я на самом деле года полтора смотрел на его картинки, прежде чем пригласить его к нам поучаствовать. Вот, потому что я открываю. Думаю, это фотография или это не фотография? Вообще, что это фотография, это вообще сложно сказать. Но я все-таки считаю, что это фотография, причем очень интересная. Вот, то, как он это делает, он сейчас это расскажет. Вот, но то, что он привез сегодня эту свою установку, на которой сделаны все вот такие картины. Сергей, вам большое спасибо, в первую очередь. Вот, а дальше передаю слово Сергей Толмачев. Мастер-класс называется. Съемка водяных... Как это? Структура. Водяных структура. Прост. Добрый день. Микрофон у нас тут такой, поэтому, наверное, будет удобнее. Вот так. Что я снять? Сейчас я вам покажу. Я вас сначала познакомлю с оборудованием, чтобы вы понимали, что это такое, как это вообще снимается. И расскажу вам, что покажу. До этого я приготовил уже специально воду. Это используются пищевые красители и запустители, такие как гуарвы, каницы, шатановые, каницы, агараган. То есть это все пищевые красители. Микрофон, говори. Микрофон. Слышал? Да. Сбоку шоу. Которые, как производители наши, применяют продуктов питания. Это там сефир делают. То есть мы это как бы употребляем, ничего из такого химического нет. Потому что один человек мне сказал, говорит, а когда он говорит, снимайте уже воду, выливайте в имитации, как бы засоряйте. Я говорю, вы это как бы кушаете каждый день. И ничего в этом страшного нет. Вот. Ну, соответственно, подготовка всего оборудования. Я снимаю с импульсным светом. Это обычные вспышки. Камера стоит. Ну, ручные настройки. Ничего хитрого нет. Диафрагма здесь 16. ИС в зависимости от того, сколько я использую вспышек. Соответственно, если там одна вспышка, две вспышки, то можно поднять, можно опустить диафрагму, можно выжать, можно открыть. То есть как бы здесь нет никаких таких ограничений. Замораживает воду импульс света короткий. То есть если мы снимаем обычные какие-то шантенны на улице, то нам не нужна вспышка. Мы ее можем заморозить там, допустим, в 2000. Там хантам у нас будет заморожен. Здесь так как бы нельзя, потому что сам процесс, он очень быстро и споротично. То есть это не видно глазами. Вот. Все происходит очень быстро. Вот эти капельки, их можно увидеть. То есть вы даже и будете видеть, потому что свет сзади будет сейчас контролю подсвечивать. И многие могут увидеть глазами. Но если свет не будет подсвечивать, то можно это не заметить. Вот. Ну, первым делом... Так, еще я расскажу вам, как управляется. Управлять вот таким вот триггером. Этот триггер управляет девятью клапанами. То есть вот эти вот эритомагнитные клапана, в зависимости от композиции, какой мы хотим получить композицию, мы подключаем каждый клапан, и он работает отдельно в программе. То есть каждым клапаном мы управляем с программой. Вот. То есть, но сейчас у нас стоит один клапан подключен, и так мы можем их подключать как бы до девяти штук. Соответственно, камера у нас также подключена к триггеру, мы управляем затвором камеры. Грубо говоря, это отличается все автоматическое движение. Но, соответственно, ты как бы принимаешь здесь непосредственно участие. То есть без тебя здесь как бы многие спрашивают, а как я купил вот эту штуку, да, и все, нажал на кнопку, у тебя получился. Там всегда вот. Нет, это не так. То есть, ну, как бы, вот эти вот обычные капельки, это можно снять каждый. То есть любой взять, там, сейчас я вам покажу, вы посмотрите и скажете, здорово. Можно пойти в магазин интерьер, сфотографировать, но дальше, чем как вот капелька с капюшоном, там, 10, 20, 30, все, 50 они у вас будут получаться. И, соответственно, вам нужно как бы себя развивать и понимать, как это будет вообще работать, и чтобы получить, допустим, какие-то там капли, которые на той стене, да. Вот, этот уже процесс, как бы, занимает какое-то период времени, ну, не маленький, я потратил на это 6 лет. То есть для того, чтобы снимать такие вот вещи, там, я сейчас сам придумал, причем в России больше нет никого, как бы я себя не нахваливаю, там, я единственный в России, кто придумал сами 3D-насадки. Я разработал их, купил специально для этого 3D-принтер, научился моделированию 3D. Вот, то есть я сначала создаю 3D-модель самой насадки, потом эту насадку я подключаю сюда, и процесс там получается не вот такой вот прямой, как капель падает сюда, а там под давлением. То есть давление подается снизу, соответственно, у нас все эти брызги вылетают на огромной скорости, и мы как бы можем зафиксировать этот момент. То есть получается то, что вы сейчас увидите, как бы это, как бы самый легкий, вы все можете это увидеть. Я пока уберу микрофон, потому что у него еще неудобно с ним. Я думаю, наверное, так будет лучше, чтобы микрофон натаскать. Слышно же меня? Так, вот, короче, жидкость, которую я приготовил, она уже готова к использованию. Еще один нюанс, то есть как бы вот эти все манипуляции с водой, можно наливать обычную воду, соответственно, можно там покрашивать, можно сгущать, но если это делать с обычной водой, то есть скорость обычной воды, она гораздо выше, ее сложнее зафиксировать. Вот, соответственно, если мы ее загустили, то она как бы такая тягучая, спокойная, капельку мы увидим, она будет красивая, покрашена. Вот, никакого фотошопа, сами видите, нет. То есть мы просто берем, добавляем сюда, допустим, краситель, вода окрашивается, и, соответственно, капельки будут у нас красного цвета. А загустение зачем черное стоит? А загустение я ее уже загустил, это эксантановая камень, я просто дома сделал, потому что здесь, ну, по времени, у меня дома-дома этот процесс занимает просто настройка света где-то около трех часов. То есть сейчас вам по-быстрому показываю, потому что времени здесь нет. Сергей просил хотя бы часа два, но он, к сожалению, еще полагает. Нет, я хотел вам показать, вот, допустим, то, что я снимаю, я обычно люблю вот в корыте. То есть вот эта корыта, она как бы выглядит маленькая, да, на самом деле здесь 20 литров воды. То есть вот в этой корыте заливается 20 литров воды, она заливается в ванночку, заливается 20 литров воды. Соответственно, если вода у нас будет, ну, вот как вот здесь с горочкой, да, она должна быть. То мы будем получать вот, которые там крайние фотографии, вот эта вот большая, которая, они как бы будут получаться без горизонта. То есть горизонта нет, вы видите отражение камней и видите саму камню. То есть если мы будем вот так снимать, то тогда будет очень красиво. Сейчас мы как бы упрощенный вариант, а просто в мисочке. Это, кстати, тоже пищевой краситель, добавляется, ну, тортики там делают, там можно кушать все. Можно. Еще один важный момент. То есть то, что вот я сейчас воды налил, да, немножко, просто я знаю уже на каком уровне будут появляться кайперки. То есть давление, оно как бы тоже здесь важно. Высота вот этого клапана, вот воды, она тоже важна. Температура воды, которая сейчас, ну, я не знаю, что там из-под крана налил, вот, тоже важна. А окружающий воздух, он тоже важен. Но это все эмпирически, конечно. Да, но у меня никаких знаний на этом нету, поэтому это как бы, я чувствую. Так, ну вот, слышно меня, да? Вот, мы с вами будем сейчас работать с одним клапаном. Вам нужно просто здесь выставить настройки. Это время, которое открывает клапан. Клапан снизу. Граня. Это, который там, интервал между, вот, пролета этой капли, там, допустим, 100 миллисекунд. Ну, здесь мы поставим 80 миллисекунд. Эти все цифры, они как бы выбираются вручную. Вручную, то есть, нет такого, чтобы, там, ты выставил какие-то определенные цифры, у тебя появились какие-то красивые капельки. Такого нет. Это даже здесь есть пресет специальный. То есть, ты когда снимаешь, у тебя получаются красивые капли. Даже если ты сохранишь этот пресет, и потом ты подготовишь воду, все сделаешь точно так же, выставишь свет, у тебя такие капли не получится. Да, то есть, каждый раз это как бы ты постоянно готовишься, постоянно разная вода, и все это по-другому получается. Ну, конечно. Вот, как раз вот, ну, восьмой, да, вот это вот видно, я с девочкой вожу, это как раз задержка затвора. Вот, то есть, сейчас стоит 40 миллисекунд, соответственно, если я нажимаю кнопку «Стар», капелька падает, и капелька у нас где-нибудь, ну, будет вот здесь. Соответственно, понимаете, да? То есть, если мы увеличиваем задержку затвора, то пока капелька падает, там, допустим, мы ее будем здесь. Больше мы ставим задержку затвора, капелька будет здесь. Вот. Ну, и таким способом мы ее регулируем. Это вот то, что он на компьютере делал. Вот. Сережа, а как вот эта штука подключить? Я говорю, там, где будет видно, над самой водой, на каком расстоянии? А то, может, объектив надо поставить. Не знаю. Или темный фон там сделать сзади, а? Сережа. У меня еще только программа повисла, я нам наложить ее. Спасибо. Спасибо.